Привет, ты на канале Мэджик Пэтс и мы сейчас все находимся в жаркой стране на море. Да, тут очень-очень жарко. А кису Алису мы отправили в Антарктиду, потому что она вечно на нас жаловалась. Пусть она теперь на пингвинов ворчит. Ага, конечно, чё вы берёте, а? Ладно, ладно, мы немножечко преувеличили, на самом деле киса Алиса в Африке. Разглядывает всяких зверюшек и вышла замуж за льва. Хватит, хватит, вы берёте, мы дома. Ладно, ладно, на самом деле мы дома. И дурацкий карантин продолжается. А вот бы сейчас и правда оказаться в каком-нибудь очень необычном для карантина месте. Например? Например, в Макдаке, да? Свободная касса. Вы, Софи и Миша, только и думаете о том, чтобы пожрать. А вот, а вот и неправда, нет. Желудки вместо мозгов. О, круто я придумала. А, неправда, но это ты правда круто придумала. Вы вместо друзей сосиски видите. Киса Алиса, слушай. Чё, а, чё? Да хватит вам, смотрите лучше, чё я тут нашёл. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. А, так это же ты летал и следил за нами в новом ролике на Мэджик Фэмили. Слежка была за нами, ага. Точно, точно. На это летающее чудище Аня там снимала гигантское гнездо аистов, которых мы нашли. А ещё это чудище. Это дрон, Юми. Дрон, а не чудище. А потом мы поехали снимать этих аистя. Вылупились эти их яйки или нет. Подглядывать. Ого, и что получилось? Эйвен, ты что, ролик сегодня на Мэджик Фэмили не смотрел? Фу, позор. Да уж, пойду потом посмотрю, кого вы там нашли. Вы их тоже съесть хотите? Ну это чудище, в смысле дрон. Он герой, потому что мне бы вот в гнездя аистов точно оказаться не хотелось. А если вот правда, где бы вы все сейчас мечтали оказаться? Я реально хотела бы на море, помнишь, Эйвен? Ага, бегать по пляжу, носиться по белому песочку. Беситься, гулять по берегу, как раньше, когда не было этого дурацкого карантина. Ага, опять вы про это свое прекрасное прошлое. А че, помечтать нельзя что ли? Помечтать они захотели, мечтать не вредно. А вот, киса Алиса, в том-то и дело, что не вредно. Я бы вот в космос полетел. Да, как же там хорошо. Летаешь себе один-одинешенек, никто не лезет, не мешает. Да, совсем никто не мешает, и тут такие инопланетяне драт вуке. Эээ, ну космос-то большой. Да ну, че там делать, там холодно. И главное, там кушать нечего. Все, покупаю себе скафандр. И зачем тебе скафандр? Вообще-то в космосе без скафандра из-за давления и влияния других дополнительных вещей мое тело бы превратилось... Все, хватит, Эйвен, мы поняли. Очень интересно. Хотя, в космосе и правда, наверное, бывает скучновато. А я, я, а я вот бы на самолете полетела. Ага, помним мы, Юми, как ты на самолетах летаешь. И, пожалуйста, только не разговаривай с людьми в салоне самолета. Здрасьте, дядя, в телефоне сидеть вредно. Юми, тихо. Дорогие пассажиры, отключите телефоны. Я тебя в другой раз с собой не возьму. Ладно, все, мол, все. Здрасьте, здрасьте, здрасьте все дядечки и чётички, здрасьте. Юми, чу. Ну че, тебе надо поздороваться? Все, взлетаем. Огонь чаще как трясет. Че-то страшновато. Уже летим 4 часа. Да, у меня уже весь хвост затек. Да ну тебя, Софи. Я бы полетела в страну Паркемонов. В Японию. А еще я бы познакомилась с настоящим Пикачу и снялась бы с ним в аниме. Пикал, пикал, пикал. Он бы кричал, а я бы такая. Юми, 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 чу. У нас вместе получился бы самый крутой мультик. Ну или и фильм, не важно. Короче, мы бы с ним подружились. Пикал, пикал. Юми, чу, ну почему тебя только одни покемоны интересуют? А вы хотели, чтобы я сказала, я бы хотела увидеть динозавров, да? Или попасть во времена мамонтов и посмотреть на них, да? Хотя тоже прикольно. Ну короче, Юмины мечты это вечно что-то странное. Какие-то фантастические желания. Да-да-да-да, Софи, конечно, не то что у тебя. Но я-то тебе про твои тайные желания ничего не говорю. Молчу в тряпочку. А что, а что, а что, а что, что у меня, что ты знаешь про мои тайные желания? Ну я-то слышала, что ты во сне говоришь. В смысле, а что я говорю такого? Сама напросилась. Да мой дорогой, да мой любимый. Спасибо, дорогой. А давай знаешь, а давай мой дорогой. Ай, мой дорогой, ай, мой любимый, ай, мой хороший. Юми, тихо. Ну-ка, ну-ка. Мечтать же неверебно, Софи. Так и признайся, что мечтаешь выйти замуж за красавчика. Ну-ка, 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 ну, Софи. Ладно, ладно, да, да, да. Очень хочется встретить парня. У нас бы с ним была красивая свадьба. Он был бы красавчик, ну или не очень, неважно. Свадебные костюмы, тамада поет, куча гостей. Я согласна, любимый. Ты кто? А потом бы мы отправились с ним в свадебное путешествие на машине. Да, вот такая у меня мечта. Не, ну если вот так вот можно мечтать, о таком вот несбыточном, то вообще... Что вообще, Кейса Алиса? Ну если так размечтаться, то я вообще... Что вообще? Я бы тогда хотела попасть в мир Гарри Поттера. Без волшебной палочки людей швыряю. А, понятно. Ой, Кейса Алиса и Сьюмичу вечно что-то придумывают. А ты, Миш, какая у тебя мечта? Да у меня ничего особенного по сравнению с вами всеми. Ну расскажи! Ну, мне-то особо много не надо. Я бы снялась в голливудском фильме. Получила бы Оскар за свою роль. И, конечно же, благодаря своему таланту заработала бы много миллионов долларов. Денег у меня было бы очень много, поэтому я бы купила себе частный остров. Построила бы на нем крутую виллу, у меня был бы личный самолет и, конечно же, личная яхта. И каждый день я любовалась бы закатом, вот и все. Эм, да, очень скромно. Угу. Ну, эм, круто. Ага, классно было. Вот и помечтали. Да, здорово. Хорошая у тебя мечта, Миш. Даже старанно, что в ней еды не было. Кстати, про еду. Ну что, а теперь пойдем сначала пожрем? Потом поспим. Потом опять пожрем. Опять поспим. Короче говоря, ничего нового, как всегда, на карантине. Бой. Нет, я лучше пойду посмотрю видос про наш дрон и кого вы там в гнезде аистов нашли. Я с тобой. Ой, это, эм, и вы, ребята, обязательно идите посмотрите этот ролик. Софи, мы без тебя голедаем. Ну вот, с кем я живу, а? Увидимся.